А вот теперь внимание. Значит, на шестой строке есть песня. Я знаю версию женщины, которая поет, что это спасибо за сын и за дочь. Я очень переживаю за раю сразу же. Стабилизируйте меня. О, нет, ну давайте так. Какие еще есть версии? Что там может быть? Гландатия, Констанция, Констанция. Еще. И тигру ногу. Сели, а все. Это печаль и радость. Что сказал Бог? Я сказал, что все пройдет и печаль и радость. Именно этой песне хочется успокоить собравшихся. Алексей, запевайте. Шестая строка. Все пройдет. Все пройдет и печаль и радость. Кто выиграл? Все пройдет. Вообще праздник. Праздник. Значит, смотрите, какая штука. Теперь все, стабилизируйтесь и вы. Значит, 299,75. Это означает одно. Что побеждает у нас в этот праздничный день женщины, которые поют. С ними будет большая игра. Большая игра. Полетели. Итак, большая праздничная игра. Лен Юль, с кем мы начнем... Важно выяснить, с кем мы большую игру начнем, а кто ее продолжит. Тот, кто продолжит, сейчас уйдет на красный диван и будет там в тишине дожидаться своей очереди. Сложнее вот этому второму игроку, который уходит и ничего здесь не слышит. Ну, поскольку меня сегодня избрали на такую ответственную должность, я, наверное, буду нести все наказания. Я правильно понимаю, что именно вас, Лена, избрали самый сообразительный. Я правильно это понимаю? Я с вами просто... Соговорон отличается умом и сам родителем. Я принимаю на себя летящие яйца и помидоры. Вам аплодисменты. Идите, Лена, прячьтесь. Юля, смотрите. Значит, у вас действительно простая задача. Она проще, чем у Лены. Потому что в сумме с Леной вам нужно набрать 200 очков. Если это удастся, командовать с нас обладателем главного приза, это 25 тысяч рублей, не в деньгах счастья, но просто главный приз. У вас задача сводится к следующему. За 15 секунд, быстро, не раздумывая, вы должны ответить на 5 моих вопросов. Я в курсе. Не раздумывая. Вы готовы? Всегда готова. Вы волнуетесь? Нет. Напрасно. Тишина. Тишина. Поехали. Кому подарили весло? Грибцу. Что у вас под носом? Воздух. Упертый как кто? Танк. Что забыли положить в винегрет? Огурцы. Рифма к слову кукушка. Ягушка. Отлично, в 15 секунд уложились. Немного напуганно, но смотрим на табло. Первый вопрос. Кому подарили весло, спросил я. И вы сказали? Грибцу. Грибцу. Хороший ответ. Сход человек ответил так же. А 14? Чего? Не, 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 результат, результат, перестаньте. Второй вопрос. Что у вас под носом? Вот тут я, конечно, ну можно было все что угодно сказать. Не скажите. Прыщи, я не знаю, губы под носом. Но почему-то я сказала воздух. Воздух. Не знаю, почему вы сказали. Сколько человек ответил так же? Нет, такого не было вообще. Вариант ответа, 14 очков сохраняется. Зато Лени будет. Третий вопрос. Лени будет проще, это правда. Упертый как кто? Танк. Ну говорят вообще как танк. Да, это правда. Сколько человек ответил так же? Четыре человека, сумма 18 очков. Ну подросла, подросла. Что забыли положить в винегрет? Огурцы сказали, вы с вами согласились. 20 очков. Ой, как хорошо. И сумма может быть 38 очков. И наконец, пятый вопрос. А вы пишете стихи? Да. Начала года два назад. Прекрасно, кукушка, лягушка, замечательно. Спасибо. Спасибо. Вам успехов? Я буду продолжать, что вы думаете. Нет, конечно, конечно, это здорово. Был вопрос. Рифма к слову кукушка. Вы сказали? Лягушка. Довольно много людей так же сказали. Лягушка с вами согласилась. 16 человек, вы набрали 54 очка. И вам аплодисменты. Спасибо. С праздником. Вы встречаетесь к вашей команде. А мы продолжим большую игру, большая игра с командой женщины, которая поет и ждем Лену. Натуральная успокоительная персен поможет справиться.